Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Во время Оно, приходя Иисус, узре мытаря именем Ливию, сидящий на мытнице, и речи ему, иди по мне, и оставль вся восстав вслед его еди, и сотвори чреждение вели Ливий ему в дому своим. И бе народ мытарей мног, и нех, и жебяху с ним возлежаще, и раптаху книжницы на него, и фарисеек учеником его глаголюще, почто смотри грешники, ясти и пиете. И отвечав Иисус рече к ним, не требует здравия врача, но болящие, не придох призвать и праведных, но грешные в покаянии. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня суббота, 18 октября, и мы с вами читаем Евангелие от Луки, главу 5, с 27 по 32 стих. Сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как звучат они на современном нам языке. Проходя Иисус, увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мною. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. «Книжники же и фарисии роптали и говорили ученикам его, зачем вы едите и пьете с мотарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». И пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Вот такие евангельские строки мы с вами слышим. История призвания к апостольству будущего евангелиста Матфея. То, что здесь называется он Левием, это не должно нас смущать. Вообще у иудеев в традиции было иметь несколько имен. Ну вот так. Причем ангелия от Матфея. Матфея четко о себе говорит, что это я был. Видим, Лука здесь другой выем и поминает. Есть такое мнение толкователей. По такой братской любви, что ли, братской милосердию. Ну, не хочется ему уж у своего собрата, апостола, все стороны его жизни очень подробно освещать. Ну, факт есть факт. Тот себя Тфеем называет, здесь Лукаевым Левием. Мытари, сборщики налогов. Иудеи говорили, что вот что, блудник не спасется, да в ад попадет. Так же и мытарь попадет в ад. И как убийца еще вот так же, такая же участь будет у них. Почему же такая к ним была ненависть? Ну, часто за дело. Один римский историк, ну, если это, конечно, были, если это не какой-то такой древний анекдот, свидетельствовал о том, что в свое время в тех местах поставили памятник. Памятник честному мотарю. Что, видимо, это явление было просто супер уникальным. То есть, такого не бывало, видимо. И вот, видимо, нашелся какой-то один, которому поставили памятник. А вот опять же, кто знает, может быть, что-то вообще апостолам Матфея касалось. Ну, не знаем, не будем гадать. Не любили их. Вообще, сама по себе, сама суть сбора налогов, она вообще понятна и объяснима. Это дело, необходимое для существования государства. Потому что, действительно, государству нужны средства для того, чтобы содержать армию, строить дороги, строить какие-то там учреждения, еще что-то, еще что-то. Много. А где все это дело брать? Ну, вот, народ свое государство содержит таким образом, что определенную часть своих доходов человек должен отдавать. То же самое было в Римской империи. Сами римляне этим, в общем-то, и не занимались, как правило. То есть, нанимали из тех народов представителей для вот этого, для такой службы. В общем-то, тоже ничего плохого. Ну, налоги разные были. Был налог на какое-то там, на богатство, на достаток, да, свой определенный процент. Был определенный налог на урожай. Определенный был налог прямо на вино и на мед. И вот несколько отличались. Это была такая вот часть, которая была четко сформулирована. Вот это определенная часть. Но была еще система другого налогообложения, которая касалась, например, ну, вот, предположим, торговец. Да, едет, везет свой товар, например. Вот у него две пары валов, например, у богат торговец. Везут его повозку. И вот нужно было на каждую из этих валов определенное налогообложение возложить. И вот мы теперь вот этим, в общем-то, и занимались. Как правило, выкупали у Рима право заниматься налогообложением. Ну, а дальше уже у кого-то сколько совести было, собирали. И вот именно вторая часть этих налогов, она и была связана с обманом и с грабежом, таким откровенным. Причем еще какая была особенность? Ведь времена-то были старинные. Средств массовой информации особо не существовало. И, соответственно, очень мало кто из людей разбирался вообще в этой, в сей ситуации. Знал сколько, где нужно. То есть вот не у кого было спросить простым людям. А тут вот приходит тебе представитель власти, одно из тобой крови, но требует так, как будто он, не знаю, готов вас всех зарезать. А еще какая была особенность, например, приходя к человеку, требуя у него какую-то мзду, мотарь видит, что человеку отдавать нечем. Ну, нечего отдавать, денег нет. И он ему предлагал кредит, что вот давай, тебе нечего, я тебе дам денег. Вообще не вопрос. Ты мне их назад отдашь, но, соответственно, будешь еще и должен. Должен какой-то там процент. Причем чаще всего это были такие грабительские проценты. Вот так еще себе имение зарабатывали мотари. Ну и понятно, почему люди считали, что от убийцы не спасутся и мотари не спасутся. А вот тут вот левий. Нам неизвестно, что с ним было, каким он был до этого момента. Вот был мотарь, да, сидел, сбор опошлый, был занят делом. А тут Христос мимо проходит. Говорит, следуй за мной. И тот встал и пошел. Почему так? Конечно, мы с вами можем предположить, и, наверное, не безосновательно. Для того, чтобы услышать Господа, нужно, чтобы твое сердце было настроено на это. Знаете, как вот радиоприемник, например. Волны ловим, и когда радио ловим, какие-то вот станции, то есть пока волну не настроишь, не поймаешь, чистоту не настроишь на эту волну. То, что мы видим, там шум, какой-то скрип, треск, ничего путнего. А вот настроишь, когда, то уже музыка там, или что-то, голос диктора какой-то может быть. Так вот и здесь. У каждого из нас есть дух. Кроме тела, кроме души. И вот дух, он имеет сродство с Богом. Бог есть дух, и у человека есть дух. И вот человек, оказывается, с Богом может действительно быть вместе, может быть рядом, может даже соединяться с Богом. Это отстание Божьим называется. Ну, конечно, это не вмиг происходит. Но, тем не менее, в человеке есть то, что может Бога почувствовать, может Бога услышать. Но это вот оно не происходит вмиг. Бывает, Господь в нас ту способность оживляет на какое-то время. Знаете, как вот такой некий прокол в жизни происходит. Какая-то боль, какая-то скорбь, как правило. А то бывает радость. Такая, которая в мгновение человеку дает понять, что Бог тебя любит, Он о тебе заботится, Он рядом. Когда человек очень четко и остро чувствует Божество. А бывает человек своими трудами, усилиями, своим стремлением к правде, к истине, он настраивается на Божественную волну. И в итоге способен становиться услышать голос Божий. Что было тогда с Левием, не знаем. Но вот он услышал Христа. Он услышал и пошел за Ним. Он захотел пойти за Ним. Он захотел оставить свою старую жизнь, начать новую. Еще вот очень важная здесь есть вещь. Смотрите, Господь нам показывает, что человек, я никем не гнушаюсь. Для меня нет изгоев, для меня нет каких-то людей второго что ли сорта. Любой человек, как бы к нему не относилось общество, как бы к нему не относилось окружение, «Любой человек дорог для меня. Любого человека я желаю позвать за собой. Позвать и никогда ему в упрек не поставить, что вот ты там когда-то что-то был каким-то». Нет. Человек, я готов позвать. А вот пойдешь ли ты? Вот позвал же вот этого Матфея или Леви. Сколько это потом вызвало всяких споров, рассуждений, сплетен, осуждений. Даже вот Евангелие-то бы это написано. Книжники фарисеи. Как вот тут же все ж. Надо бы встали. Что как так? Как так? До этого человека надо за километр обходить. Да никто по доброй воле с ним здороваться не будет. Куда его звать? Какое? Вы что, с кем вообще связались вы? Вы же пока еще вроде себя не запятнали там чем-то. Говорите там о добре и любви. Но ведь это же не люди. Вот эти вот мытари. А нет, Господь говорит, не так. Он тоже тот, кого я прихожу, пришел спасти. Он тоже болеет грехом. Он тоже должен быть исцелен. Желает этого. И действительно, видимо, Матфей желал поменять свою жизнь. Он желал другого чего-то. Его не устраивало то, что в жизни есть. Да, возможно, он там за счет своих дел, наверное, и мягко спал. Может быть, и сладко ел. Хотя нельзя сказать, что жизнь его была без волнений. Потому что, понимал, в любой момент могут он сзади по голове стукнуть камушком и убежать. И все. И никто даже не обернется, скажет, да и по делам ему, этому гаду. Все это, наверное, Левит уже понимал. А вот Господь позвал его, и вот сердце того растаяло, видимо. От этой любви Божией, от этого состраданства и милосердия. А как нам часто людям этого не хватает? Ведь правда ведь? Часто что видим друг в друге? Напряжение, подозрительность. Постоянную какую-то готовность, знаете, уколоть. Поступить на ногу, да побольнее. Огрызнуться. Посмеяться друг на друга. Страшное дело. А вот во Христе этого не было. Из этого люди за ним шли. И меняли всю свою жизнь. Ну, книжники-фарисеи вот завидовали, видимо. Не понимали этого вот из-за своей какой-то ожесточенности от зависти, от горделивости своей. Ну что ж, посмотрите, Господь им сказал, что вы вот считаете себя здоровыми. Вы не имеете нужду во враче. Вам это все и непонятно. Хотя тоже с чего вы решили, что вы здоровы? Ну, в духовном плане. А вот когда человек понимает, что ему помощь нужна, тогда он ищет того, кто ему поможет. Нуждается человек в спасении, ищет спасителя. А не нуждается во спасении, ну тогда что же. Тогда решает, что зачем мне Бог, я сам как Бог. Вот такие вот евангельские строки сегодня мы с вами успели прочесть. Читали мы Евангелие от Луки, главу 5, с 27 по 32 стих. Напоминаю всем нам необходимости чтения Священного Писания ежедневно хотя бы по одной или по две главы. Благословение Господне да пребывается всеми нами. Благословение Господне да пребывается всеми нами.